Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, да, только что провели стримчик, так приятненько с вами поболтались, поболтались, поболтали про динозавриков, про новые игры, про обновления и про прочее, 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 так что, кто не посмотрел, обязательно пересмотрите, будет полезно. Так, а у нас есть сейчас два турнирщика, это у нас золотые награды и турниры с усилениями. Прикольные турниры чем? Давайте зайдем, посмотрим. Они прикольные тем, что у нас здесь обычные динозавры, обычного уровня, и предлагаю вам в коей веке сразиться тоже обычными легендарными динозаврами. Давайте, сейчас мы сюда как-нибудь пойдем. Так. Кто у нас тут пооставался? Так, вот у нас есть нундагазавра, в принципе, можно, я, наверное, причисляю его сюда же, к обычным динозаврам, диплотатор, но это и старая гвардия, несмотря на то, что это гибриды, они ничем особенным таким не выделяются. Так, вот здесь ихтиостега, есть у нас, так, он подменится на летуна, нам бы какого-то травоядненького взять, наверное, шуназаврика возьмем, и, ну, пусть будет сарказух. Так, давайте сейчас будем пытаться, пытаться пободаться. Так, один укус и полжизни нет. Да, кстати, выходила серия, где сражался я вот с вот этим вот Зухамимом. Какой там был уровень? Там космический был уровень, короче, 19 тысяч жизней было у Зухамима. Так что тоже можете на канале посмотреть. Так, ну, а это ихтиостега у нас пойдет на... на жертву. Так, два удара и хана. Не очень прикольно получилось. Ну, отвечаем точно тем же. Готовенький. Так, снова Зухамим. Как говорится, в Jurassic World Evolution сейчас должна была быть какая-то мимика-насмешка, когда Зухамим уходил от битвы. Кстати, мы можем спокойно пережить его одну, то и две атаки. Давай, давай, крокодильчик наш двухногий в атаку. Ну, должны пробивать. Отлично. Так, ну и все. Победа. У нас два цельненьких динозаврика и Тиранозавр. Четыре. Так, тоже, кстати, там по Jurassic World Evolution, там же у нас внесли изменения, что хищник у нас теперь не убивает всех подряд. Но это не касается Индоминуса и Индораптора, это не касается гибридов. Гибриды, как были, таки остались очень агрессивными. Но и даже обычные хищники, они не нападают только когда полностью сыты. А когда там голод, там даже 10% пропадает, 10-15, они уже опять же начинают убивать. Это, по-моему, тоже неправильно. Там должно быть, ну, хотя бы пол шкалы опустить еды, либо даже зайти в красную зону, чтобы он начал, как бы, убивать и охотиться. Когда нужно еще обрезать им аппетиты, как по мне. О, у нас тут Апатозавр появился, так нечестно. Я тут думал одними легендарными, ну, старой школы, скажем так, посправляться. Но, походу, не получится, да? Так, у нас есть Приназух. Есть у нас такой. Так, Апатич. У нас там Терезина, да, типа, вроде как есть. Но у него вообще очень слабый удар. Ну, мы пойдем, почему бы и нет, пойдем вот хищниками. Тремя. Так, Микропозавр еще даже здесь есть у меня. Ого! И вот у нас тут Унайзавр есть. Так, ладно, давайте еще одного хищника возьмем. Так, Димитродон. Вот так вот разберемся. Так. Аналог Гриппозуха. Приназуха, кстати, они, по идее, должны быть родственниками. Приназух, Гриппозуха, ну, созвучное название. Надо почитать. Кто знает, пишем в комментариях. Является ли наш Приназух родственником Гриппозуха Джовас Холд Элайв? Так, у него по нулям. Отлично. Раз, два, три. Блин, жаль, пришлось бить на целых три. Так, Рексика мы сейчас тоже разберем. Ост Тафрикозавру. Здесь вообще, конечно, в игре он выглядит просто гигантом. Так, ну и выходит наш единорог. Юникорн Визард, как-то так его называли. Ну, один из первых наших легендарных хищников. Так, есть победа номер два. И, так. Ну, давайте попытаемся, как бы, как-то пободаться с ними попроще. Если я возьму микропозавра, он подменится на апатозавра. Вот мне интересно. Даже возьмем, допустим, нундагазавра. Кто у нас еще из хищников остался? Из обычных я имею ввиду. Че, никого нет? Обычный легендарный хищник. Где там кто? Зухамим. Есть Зухамим. У-у-у-у-у-у-у-у. Ну, давайте. Почему бы и нет? Можно укусить. Легко. Мы снимем большую часть жизни. Ну, все. А ты больше не жилец, Тюрекс. Умрешь от кровотечения. Каким-то токамайзером шандарахнуть. Так, ну, вот это вообще нам на руку. Слабобьющий апатозавр. Это хорошо. 5, 6, 4 и 24 я его пробиваю. Так, Рексик нас пробьет тоже за 2. Ну, на самом деле, наверное, не стоило сейчас подменяться. Надо было еще подождать. У него остался балл. Он его перенес. Гаденыш. Так, ну, теперь посмотрим. Индоминус, короче. Ну, хотя, хотя, хотя он... А, ничего не перенес. Ха-ха. 2 балла. А почему он не проатаковал? А вот так. Ха. Вообще, изи-катка получилась, ребята. Разобрались. На ура. Скайрим победил. Так, получаем нашу награду. И нам дали Терекса. Это хорошо. Он стоит к 1600 генов, по-моему, да? На арене. Чтобы его можно было продать. Участвуйте в многочисленных сражениях. Да, как бы у меня 29. Она продолжает считать, ребята. Это Хохма. Это Хохма. Так, усиление. Так, нам тут предлагают сразиться одним окаркантозавром, например. 500, 500, 500. Да. Попробуем одним. Оу, а то вообще они, как бы, как эти, как... Щелкаются, как семечки. Ну, если они будут так себя вести, то это вообще печально. Он не захотел нас атаковать, этот казуар-переросток. Ну, значит, мы его съедим. Готовенький. Идем дальше. Так, у нас снова резинки-дрезинки. Так, конковинатор один, это слишком жестоко. Церозинозавра можно взять. А один стегемолог сможет это сделать. Давайте возьмем кого-то еще для подстраховки. Но мы постараемся его, конечно же, не использовать. Стеги. Шунник, конечно, будет бить больше. Накупимся на вот этом парне. Ну, давай. 5 баллов, 5 баллов, это сила, атакуй. Он тут машет мне, типа, давай ты, я не хочу. Сейчас поставят тоже в защиту. Целых 3 балла в защиту. У него 6. Ну, давай, решайся. Молодец. Решил не затягивать наш бой. На 2, на 2 и 4. Ну что, Шуни. Не захотел туда напоследок проатаковать. Ну, значит, получай по полной. Вот так вот, в общем-то. Ну, у нас еще один бой. И у нас все те же ребята. Кем бы их съесть, а? Приатродоном одним. Пусть будет так. Так, 1700 ударов, это значит, мы любого можем завалить с одного удара. Так, проатаковал на 1, значит, мы тоже не будем атаковать. Раз он не захотел выложиться. Вот так вот сделаем. Идеально. Ровно 2 балла, сколько нам нужно было. И теперь Шуник, Шуник, Шуник. Пожадничал, пожадничал, пожадничал. А мы нет. Мы щедрые ребята. Раздаем 7. Так, и сколько? 5 наборов нам дадут, да? Пополняются многотысячные армии моих завоеванных динозавров. Редкий Галлимин. Еще Аланочка. Аланочка, дешманочка. Монолофазавр. И еще Аланочка. Ну, кто бы сомневался. Ну, а на этом, ребятки, все. Цифра 30 у нас. И до скорых встреч.